В 21-й школе гости в форме. В качестве слушателей учащиеся младших классов. Тема разговора – безопасность. Она дымисезонная. Зимой – это лед и снег, летом – пляжи и вода. Во время учебного года ее актуальность возрастает в разы. Зачастую ребята остаются одни дома, а там на каждом шагу опасность. Электроприборы, лекарства, папины инструменты. Поэтому сначала малыши слушают и запоминают. О теории переходим к практике. Звучит пожарная тревога. Не волнуйтесь, она учебная. План действий следующий. Дети во главе с учителями направляются к выходам, покидают здание и выстраиваются на улице. Все справились на отлично. Да и эвакуация для них – дело привычное. Проходит два раза в год. К слову, за каждой школой закреплен инспектор. Он не только проводит беседы, но и проверяет противопожарную систему. В садиках и колледжах схема работает та же. Знаешь, что только что проходило? Ну, да, была эвакуация. А для чего она проводится? Для того, чтобы мы знали, на всякий случай, если будет в школе пожар, что нам надо делать. Учителя нам всегда объясняют правила прохождения, что все собирались, никто не паниковал, главное. И потом все дружно выходим. Нам говорят, где выходы основные и запасные выходы, если что. Но и все знаем. Доходит очередь до персонала. На их плечах важная миссия. В случае ЧП именно они проверяют, не осталось ли в школе детей. Пользоваться огнетушителем – тоже полезный навык. Главное – правильно все сделать. Практика – лучшая учеба. Особенно, конечно, важно пообщаться с персоналом, которые в том числе ответственны за пожарную безопасность. С ними мы тоже говорим, встречаемся, обсуждаем насущные вопросы касаемо и безопасности в учреждении, ну и безопасности в быту. Кульминация единого дня безопасности – праздник в городском парке. Здесь все – МЧС, ГАИ, Горгаз и Красный Крест. Со сцены звучат песни. Не обходится без конкурсов. Какие службы здесь есть? Милиция, пожарная, МЧС, газовая служба. А номера их знаешь? 101, 102, 103, 104. Ну а что ты уже успел попробовать, в чем поучаствовал? Общаться. Я много где побывал. Здесь лабиринты и рассказывать правила надо. Здесь бесит. Обучающие игры, подарки, спецтехника и снаряжение. Ростовые куклы помогают создать хорошее настроение. Сотрудники спецслужб рассказывают о своей непростой, но благородной работе. Ребята и сами могут примерить на себя роль спасателей. Правильно оказывать первую помощь научит Красный Крест. Тренируют на специальных манекенах. Растегиваем одежду, руки кладем на грудь и надавливаем ритмично. Подобные масштабные праздники – традиционное завершение Единого дня безопасности. Хоть акция и заканчивается, но работа продолжается. В течение всего учебного года сотрудники спецслужб встречаются с ребятами и напоминают правила, которые позволяют им наслаждаться детством и не вредить своему здоровью. Карина Гуревич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.